друзья приветствую всех на своем канале есть поесть и сегодня предлагаю испечь очень нежный мягкий такой свежий и сочный тортик при этом процесс приготовления не совсем обычен бисквит выпекается вместе с яблочной прослойкой именно яблоки придают данному торту дополнительную влажность приятную кислинку и необычный вкус такой процесс выпечки значительно ускоряет процесс приготовления а также избавляет от необходимости долгой пропитки торта попробуйте обязательно ведь такой десерт никого не оставит равнодушным а список ингредиентов смотрите под описанием к видео помытые и очищенные от кожицы яблоки я натираю на крупной терке вокруг середины выкладываю яблоки на сковороду если они у вас очень сочные лишнюю жидкость можно слегка отжать далее на умеренном огне я выпариваю лишний сок доводить яблоки до готовности нет никакой необходимости даю яблокам слегка остыть и выкладываю их на противень покрытый пергаментом смазанный растительным маслом или специальным ковриком и распределяю ровным слоем слегка утрамбовывая размер моего противня 28 на 30 сантиметров далее беру предварительно обжаренный очищенный и дробленный арахис также сюда отлично подойдут грецкие орехи рассыпаю по яблокам оставив немного для посыпки торта кстати по желанию в яблочную начинку можно добавить ванильный сахар и корицу для теста все продукты берутся комнатной температуры к яйцам я добавляю соль ванильный сахар и обычный сахар далее взбиваю миксером как на бисквит в течение 10-8 минут до получения светлой пышной массы видите ленточки теста какое-то время должны оставаться на поверхности они растворятся сразу после этого аккуратно с краю добавляю молоко и просто размешаю на малых оборотах миксера недолго сверху в несколько этапов буду просеивать муку с разрыхлителем каждый раз размешивая лопаткой аккуратными движениями снизу вверх выливаю тесто поверх яблок с орехами и разравниваю лопаткой затем отправлю противень в разогретую до 190 200 градусов духовку минут на 20 время выпечки зависит от толщины коржа то есть размера противня поэтому как обычно проверяйте на готовность деревянной палочкой по краю противня где не было бумаги пройдусь лопаткой и пока корж горячий переверну его при помощи тефлонового коврика и полотенца аккуратно снимаю бумагу и даю остыть желательно вместе с ковриком корж положить на решетку тем временем сделаю крем для него я беру сметану 20 процентной жирности добавляю ванильный сахар и сахар по вкусу немного взобью до растворения сахара и затем добавлю загуститель его количество согласно инструкции на упаковке взбиваю до загустения крема разрезаю корж пополам при желании можно обрезать края чтобы тортик был ровнее укладываю нижний корж яблоками вверх и распределяю крем толстым слоем часть крема нужно оставить на покрытие боков и верха на крем укладываю второй корж яблоками вниз и оставшимся кремом обмазываю верх и бока посыпаю дробленными орехами и использую еще немного миндальных пластинок ну вот в принципе торт уже готов к подачи но можно дать ему настояться примерно часик чтобы он не плыл во время разрезания если у вас есть возможность оставьте его в холодильнике на ночь и тогда он будет еще нежнее я переложила торт на блюдо и сразу разрезаю порционными кусочками в виде пирожных посмотрите какая красота уже видно насколько он мягкий и насколько пушистый бисквит такой нежирный крем только подчеркивает легкость самого тортика чтобы не использовать загуститель вы можете предварительно сметану отвесить или использовать творожный сыр а также сюда отлично подойдут взбитые сливки ну а использование классического заварного крема сделает торт более праздничным и солидным в общем не забудьте поставить лайк и попробуйте такой торт с любым кремом все равно он произведет на вас впечатление как вкусом так и простотой приготовления кстати у меня на канале уже есть подобный торт а также рулет который выпекается вместе с яблочной начинкой все ссылки я оставлю под описанием к видео не забывайте пожалуйста писать комментарии подписываться на канал есть поесть и смотреть другие мои рецепты а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео